У детей, которые купаются без присмотра, есть те, кто за них в ответе. Комиссия по делам несовершеннолетних в очередной раз навещает семьи, стоящие на учете. Просят мам и пап в отсутствии школы усилить домашний контроль. Приезду социальных работников, а уж тем более в сопровождении камер, традиционно никто не рад. Одной из сотрудниц и вовсе пришлось вооружиться граблями. Мы не прячемся, просто не слышим. Нет, я не разрешаю. Я не разрешаю. Если мама детей наш визит сразу восприняла в штыки, то вот дедушка оказался более разговорчивым. На водоемы не ходят в одиночку? Нет. Не бегают, да? Нет, без меня, даже близко. Не ходят, да, купаться? Нет, нет, нет. Купаться, вон, больше никуда. Больше никуда, потому что я уже здесь вырос, никогда здесь была. Так что близко никого не пускают. Другого родители и вовсе поймали с поличным. По приезду социальных работников, 7-летнего ребенка не оказалось дома. И мама даже не в курсе, где он находится. Он на велосипеде катается. Я же не могу ребенка привязать. На речку он не пойдет. Мы должны его контролировать. Иначе вы будете привлечены к административной ответственности. Он приехал, сказал, мама, я здесь. Я вам еще раз проясняю, предупреждаю. На улице лето, ребенок не может на велосипеде кататься. Вот вы сели вот здесь, и пусть он на ваших глазах катается. Он здесь катается. А где вы? А где он сейчас катается? Мы уже 10 минут просто. Только что он перед вами выехал с девочками. Как выяснилось, это не первый случай. Четинки уже выписывали предупреждение за недосмотр за малолетними детьми. К слову, тогда они самостоятельно ушли купаться. Один раз они были со старшими. Они же взрослые. А вашему старшему сколько тогда было? Старшему 17 лет. Но вы больше их так не допускаете, да? Да, нет. Нас предупреждали. Ездили, предупреждали, что вода заражена, что-то там. Однако эта проблема касается не только семей, стоящих на учете, но и вполне благополучных, но очень занятых родителей. Дети есть дети. Да, дети из неблагополучных семей чаще бывают безнадзорными. Но часто и дети из нормальных семей, где родители работают, где заняты, где даже, может быть, дети устроены в лагеря, пришкольные лагеря. Да, но пришкольные лагеря работают в 15 часов, а трагедии зачастую случаются у нас в вечернее время. Поэтому о чем это говорит? Говорит о том, что родители опять ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности. Штраф за нахождение ребенка на водоеме без присмотра взрослых просто смешной. Жизнь маленького человека оценивается сегодня в пачку сигарет. Родителю за халатность придется заплатить от 100 до 500 рублей. И то в случае повторного нарушения. Гуля Алхасова, Данил Ботвинский, Павел Карпов, РТК Забайкалья.